Ни одной свадьбы в этом году не сыграли на Красную Горку. Наверное, это беспрецедентный случай за всю историю России. Но в ЗАГСе весной этого года в силу известных обстоятельств не регистрировали ни браки, ни разводы. После этой новости многие саровчане не стали переносить дату торжества, а просто отказались оформлять свои отношения. Но все же 299 пар получили документы о заключении брака. 340 семей распалось. Желающих, как и жениться, разводиться было много. Звонили, возмущались у кого-то срочно, кто-то покупает квартиру, кто-то хочет вновь жениться. И ему как-никак в обязательном порядке нужен документ о разводе. За неделю до окончания года первые документы получили родители 700 юных саровчан. Девочек в этом году родилось больше, чем мальчиков. Имена родители выбирали самые разнообразные. Лидерами стали Артем, Мария и Виктория. Но были и редкие – Алмаз, Муса, Добрыня, Оливия, Омага, Стефания. Одну девочку назвали двойным именем – Елизавета Елена. Несмотря на кризис, 310 семей перешли в категорию многодетных. В одной семье родился седьмой ребенок, в двух семьях родился шестой ребенок, в пяти семьях пятый ребенок, в восемнадцати семьях четвертый ребенок. В этом году меньше браков, разводов, рождений. Единственная категория, по которой бы хотелось увидеть снижение показателей регистрации смерти, в этом году поставила антирекорд. В 2019 году мы зарегистрировали на этот период 1026, а на сегодняшний день зарегистрировано уже 1185 случаев смерти. То есть это самый высокий показатель, наверное, вообще за всю историю нашего отдела. Саровскому ЗАГСу в этом году пришлось нелегко. И без того маленький коллектив ни на один день не прерывал свою работу. Принимали заявления, разъясняли саровчанам порядок действий, помогали заполнять документы. Сотрудницы подменяли друг друга во время карантинов и болезней. Такая работа не осталась без внимания руководства. Главному специалисту Саровского отдела ЗАГС Наталье Шафрик вручили благодарность губернатор Нижегородской области. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.